Смотрите У-у-у-у-у-у-у-у-у Боже мой Всем привет, дорогие друзья Сегодня мы с Олькой отправляемся на Офигенные презентации Ну что, погнали с нами, будем пытаться купить айфон Вперед! Всем ку-ку! Мы сегодня собираемся на презентацию Блендомед. Ну и беру вас сегодня с собой. Думаю, будет интересно. Шляемся по нашему метро. Что-то я вспоминаю. Парижское метро или Барселонское метро. Я даже не знаю, как он мне больше нравится. Наверное, в Барсе. Как-то там прикольнее все. Ну, реклама какого-то нового телефона. X-Play. Функция заряда устройств. То есть от телефона можно еще и другие телефоны заряжать, что-то. Ура! Мы доехали до нужной станции. Станция Курская. Выход в город. Так вот. Блин. Я не разобрал, с кем нам нужно выходить. Тоже здесь два выхода. Смотрите, о! Это нововведение. У нас теперь для иностранцев пишут по-английски. А еще перевод улиц. Если кто видел по телеку, сделали там улица. Короче, вот таким. В переводе. Просто транслит. Зомби. Зомби. Мы приехали. А тут станция вообще похожа на какой-то космический корабль. Такие... Эти, блин. Хац! Открыли. Привет, воздух. Здесь где-то у нас должен быть торговый центр А3КУМ. Мы что-то с вами не были. Вот там вот, сзади меня находится Курский вокзал. Здесь столовая, прикиньте. Комплексный обед, 160 рублей. А это садовое кольцо. А, вот он, атриум как раз. Так, а нам нужно перейти на ту сторону и идти вон туда. Ну, может быть, вообще пришли, но опаздываем, по-моему, минут на 15. У-у-у! На 8 минут. Меня мой штурман поправляет. А еще раньше-то стояли везде такси, когда еще параковка была разрешена. И у них была бумажка, типа справка. Там что-то 50 рублей. То есть все, кто приезжали на вокзал, выходили и спрашивали, а как пройти сюда, а как поехать туда. И вот они так зарабатывали. Постоянно, я это очень хорошо помню. Это будет, походу, какой-то супермаркет. Магазинчик в переходе. Вот теперь. А, сбоку вкусу в переходе. Принято. У нас, прикинь, какие начали объявления делать. Бумажные объявления, теперь это не модно. Теперь везде большие экраны. Во! Смотрите, какой телевизор. Оль, а нам сюда. Большой телевизор. С рекламой. Мы сейчас по другой стороне шли. Я заметил, что в одном здании на первом этаже находятся три банка. Банк Транспортный, М-банк и Банк Народный Кредит. Что это за банки, я вам не могу сказать, потому что их закрывают каждый день. Вот по новостям там. Лишили лицензии, лишили. Тут три банка. Все какие-то стремные. А у нас тут в плиточку положили. Точнее. Как это? Не положили. Плит... Ну, блин. Как она называется-то? Брусчатка. Асфальт не модно. Нужно все перекладывать вот в плитку. Сзади меня реставрируют здание. Смотрите, как красиво все по-новому сделали. Вот хорошо, что обновляют. Чтобы Москва была красивая и яркая к следующему лету. А они все реставрируют. Мы идем обратно, потому что мы потерялись. Нашли мы это помещение. И нам нужно... Как это называется? Среда. Это... Лофт. Лофт. Среда. Мы еще не раз там не были. Но сегодня четверг, прошу заметить. Поэтому немножко на один день припозднились. О, нам точно налево. Что-то здесь... Слушайте, все. Везде строительство идет. Ой, как прикольно. Только холодно. Для двоих называется. Воу! Уу! 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 Ну вот, мы уже здесь. Здесь будет вся презентация. Сейчас кое-нибудь засядем. О, можно сфотографироваться. Здесь кофе в паек. Ага. И здесь можно покушать. Вот. Ладно. Себя засниму на фоне брендомеда. Ну и, конечно, самое вкусненькое. Сейчас мы себе возьмем что-нибудь чуть-чуть покушать. Лофт. Экспресс. Американ. Давайте американом. Модный прибор. Капсульный. А то сейчас уже начнется презентация. Сейчас мы быстренько покушаем. Потом пойдем уже слушать. Вот наш мегаполудник. Я бы его так, наверное, назвал. Безуслов. Все, кто мне не поделал, но никакая любит дарить подарок. Делать, пожалуйста. Да? Кстати, Грета, давайте узнаем, кто любит дарить подарок. Это зубная паста. Это запусковая формула, которая объединяет в себе стабилизированный конторик Орлб и политоспадовый. Рассказали нам сегодня про новую зубную пасту. Показали зубные щетки Орлб. Смотрите, у нас дома такая уже есть. Вот. Подарили подарки. И вот она как раз вот. Такая модная зубная паста. Рекламу вам сделаю. Ребят. Вот. А я все со своим старым айфончиком хожу, кстати. В Москве очень сложно найти айфон 6. Если вы спросите, почему мы его не покупаем на горбушке или у MacFnet, да потому что ситуация на московской рынке сейчас сложная, что на горбушке их, получается, перепродают за большую цену. А мы хотим за обычную купить. А их в магазинах нету сейчас. Нету. А мы все закончили. Вот. Было интересно послушать про то, как реально правильно чистить зубы, про зубные щетки. У нас, кстати, зубная щеточка от Brown Oral-B дома есть. Еще нам дали эти сменные насадочки. Кстати, насадок сейчас так много. Мы еще даже под нашу Philips, я вчера в этом в Медиамарте нашел, порядка, наверное, 5 разных насадок есть. Ну, и выдвигаемся обратно. Опять звонили в связной насчет айфона. Привезли серебристые 64 гигабайта. Но они все забронированы. А нам вот еще такие пакетики дали. Ну, соответственно, на каждой презентации дают какие-то подарки. Будем тестировать пасту Blendamed. ProExpert, кстати, называется. И прикольные флешки такие, в виде маленьких тюбиков. О, тюбиков! Маленькие тюбики! Тюбик дома ждет. Парковка 60 рублей в час стоит. А штраф 2,5. Ну, вот, кстати, здесь не так все плохо. Здесь народ не закрывает свои номера. А вот в пределах бульварного кольца, где по 80 рублей, там все жмотятся и закрывают свои номера. А, кстати, да, мне посоветовали стоп-жлоб посмотреть. Реально, нашел стоп-жлоб. Там как раз посвящено именно этому движению. Они паркуются и закрывают свои номера. Смотрите. Боже мой! Самое частое, что есть в магазинах, это iPhone 6 на 16 гигабайт. Но он никому не нужен, мне так кажется, потому что там реально памяти очень мало. Все, садовое кольцо встало. Даже таксист поднимает, видите? Крышку багажника. Не ходишь платить штраф. Ну, сейчас пойдем в Атриум, посмотрим, что там. Позвонили, на Таганке есть iPhone 6 на 64 гигабайт, но они типа по броне. Опоздали мы. О, великий, могучий Атриум. Мы пришли. Сейчас зайдем в Рестор, в котором не будет по-любому айфонов. Потому что их нигде нету. Мне вот это, конечно, середина нравится. Здесь столько экранов. Все так красиво. Ребята! Прикиньте, удивительно. Заходим в Рестор, а там говорят, айфона вообще нету. Походу, в Рестор один раз их завезли, и все, они там закончились. А лучше всего барыжут Билайновские. Это Билайновские салоны, связное тоже. И он, в Ионе по счету тоже нету айфонов. Странно. Сколько здесь полос? 7, наверное. Идеальная стоямба. А мы на метро. Отлично. 160 рублей на двоих и скатались в центр. А теперь загадка на смекалку. Стоят металлодетекторы. Ты пройдешь слева или через металлодетектор? Ответ прост. Не надо ходить в металлодетектор. Это не нужно никому. Мы опять на космической станции. Курская. О, видите, вот эти конусы поставили. Это типа, чтобы люди не перепрыгивали. Протяните, до чего додумались? Конусы изобрели. Жесть. На каждой станции надо такие клетки ставить, чтобы народ его не пролез. Хочешь в метро? Пролезь через клетку. Прикольно. Наше великое московское метро. Высокое, блин. Прям здоровенное такое. Здесь же камера уравнеет. А что это такое новое? Это новый штатив. Здравствуйте. У нас новый штатив. Как, мои дорогие подписчики, мы уже притопали домой. И нас тут ждет супер-мега-пес. Супер-мега-пес. Тюбик-тюбик-тюбик. Ти-ди-ди-ди-ди. Вот. Вчера скачал на PC. Ну, получается, на PC. Это означает, что у меня же на Mac 2% системы стоят. Ну, он комп слабый. Я туда скачал этот Alliance Elevation. Он, по-моему, называется и Синус 4. Сегодня попробую установить это все на винду и посмотреть, как пойдет, не пойдет. Вот. Вообще, я задумываюсь насчет покупки, точнее, сборки компьютера. То, что в детстве да, меня папа научил собирать компьютеры. Я это, в принципе, умею. Вот. Что-то сегодня смотрел. комплектующие, корпуса Full Tower. Материнку смотрел, видеокарту. Ну, это так, короче, все в области пока фантастики. Вот. И, если получится, запущу этот Alliance Elevation. Блин, вообще никак не нарадуюсь своей татухой. Я прям так давно хотел... Ой, что-то у меня тут прыщик какой-то скачал. Прикиньте, вон, видите, где Ирландия или Новая Зеландия. Вот. Очень хотел карту мира. И вот он, наконец-то, у меня на руке. Могу теперь сюда смотреть. Потом можно что-нибудь будет сюда добавить. Но у меня здесь хорошо и карта мира. И здесь, типа, видишь, мир твой. Вот вы меня давно все спрашивали, что у тебя за татуха или уход. The world is yours. Вот. А еще у меня там татухи на спине есть. И, короче, ладно. Тема татуха проехали. Многим нравится, многим не нравится. Тем, кто нравится, тебе идут и делают. А тем, кто не нравится, тебе будут просто вопить. Ну и ладно. Чемоданчики пока не убираем. Блин, пипец они все, видите, заклеены. Потому что на балконе места нет. И в скором будущем нас ждет еще одно приключение. Я бы назвал это приключением. Да. Смотри, что нам подарили. Подарок от Procter & Gamble. Что-то у меня с фокусом проблема на этой камере. Что-то здесь разные все в одном. Это что-то не все в одном. Отбеливание. Это обычный. Это нежная мята. Вот это прикольная тема. Это, короче, флешка. Я еще подумал, что это за маленькая фигня. А это флешка. Насколько гигабайт, не знаю, но... О! А такая вот флешка. Прикольная. И брошюрка. Ладно, все. Прозубную пасту мы сегодня закончили. А сейчас я хочу вам напомнить, что у меня, блин, ребят, у меня есть Инстаграм. Ссылочка вот здесь, вот внизу. Переходите, подписывайтесь. Со своих мобильных устройств, со своих компьютеров добавляйте ссылочку типа в избранное и проверяйте. У меня там практически каждый день появляются фотки. Прикольные фотки чисто лично от меня, как семейный фотоархив, наверное, назовем его так. Короче, Инстаграм, милости прошу. Тебе их испугался, короче? Испугался! Ну что, давайте с вами попробуем поставить этот... Блин, я в игрушках не разбираюсь, а еще. Короче, включаем комп и нажимаем клавишу Alt, потому что на компе установлены две операционных системы. Если вы спросите меня, как это сделать, ищите в интернете. Я ставил Windows сам сюда, при помощи, по-моему, на флешку, там закидывают установочный файл, что-то ты немножко в macOS делаешь, а потом ставится обычный Windows. Вот, и выбираем просто здесь, видите, Windows, Windows 7 здесь стоит. Ну, правда, она по-любому пиратская. Вот. Но рабочая. И, кстати, большая проблема дров, что, к примеру, чтобы войти сюда, мышка от компании Apple, она работает, по-моему, только иногда в самой винде. Не знаю, дрова вроде поставила, не работает. Приходится пользоваться на винде такой вот обычной мышкой, радиомышкой. Блин, у меня всегда был вот этот Bluetooth-приемчик вставлен, она сейчас стоит. Видите, тоже фирменная от Microsoft. Решил скушать яблочко сезонное. Вот он мой рабочий стол, черный. Видите, как винда настоящая. Сейчас мы попробуем что-нибудь сюда установить. вот, я запустил, вроде идет распаковка файлов. Потом посмотрим, конечно, как будет играться. Вот, сейчас Лолька обзванивает и он, и там говорят, что только что последнее продавали. Конечно, почему мы с утра в связной звонили? Надо было в ООН сразу звонить. Ну, сейчас, может, еще один-то найдем. На 64Га только продали, прикиньте. А вообще, в ООНах, видите, как делают, сейчас позвонили, в мытище. Айфон есть в наличии? Да, есть на 64, супер. Ну, что, отложим, отложим. Только, мы вам еще 700 и 1100 наваляем сверху за эту стеклянную пленку, которая новая, типа, второе стекло наклеиваешь. На хрена на Айфон еще одно стекло? и, типа, за 1100. Если нет, то мы вам, типа, его не продадим. Пипец. Ладно, узнаем, что завтра будет все вроде в наличии, посмотрим, сумеем ли купить. И в то время, да, и в это время появился фокус, завершено. Ну, что, попробуем запустить. Мне кажется, сейчас у меня аймак должен вообще взлететь. Ну, смотрите, прям, сейчас потише. Слушайте, а реально начинается как фильм, как фильм. Ой, что-то здесь у меня, да, разрешить доступ, а мы обратно вернемся в игру? Или уже нет? Давай, винда, работай! Ну, что я могу сказать? Пока все идет, нажмите любую клавишу, сейчас запись идет. Давайте посмотрим настройки еще здесь, можно по графике сделать. Ну, блин, вы знаете, что аймак у меня самый хреновенький. Так, что тут, Full HD разрешение, вовсе экран. Да, наверное, так и оставим, пусть будет. Тени средние. Главное, чтобы поиграть. Ну, я счастлив, что хотя бы заставка пошла, а уж игра не важна, пойдет, не пойдет, видите, потому что все может зависнуть вообще в определенный момент. Вообще, не думаю, что она должна на 100% работать, потому что все-таки крякнутая штука. и может быть, может быть, Maybe все? Или будем играть? О, прекращена работа, программа нормально. Вот я на это надеялся. Началось, короче, второй раз запустил игрушку, что-то все зависло, пришлось выключить комп, и сейчас его включу, попробую еще раз запустить. Блин, ну, это аймак, что вы хотите, он совершенно не создан для игр. Что я вам скажу, мои дорогие друзья? Поиграл я во все игры, которые я просто хотел, а в итоге, вуаля, я загрузился обратно на macOS, ни этот, чужой, ни Sims 4, короче, все установил, все установилось, ну, соответственно, либо все идет и вылетает, либо все зависает, Sims вообще не запустился, короче, хрень. Вы мне напишите, что Mac хрень, ну, в отношении игр, да, в отношении работы, создание видео, это круто. Насчет фоток не знаю, но тоже многие фотографы вроде говорят, что Mac это круто. Для меня, как видеомейкера, Mac это вот реальная рабочая станция для производства видеоконтента. Как игровая станция, это полная лажа. Вот так вот. Полная. Но, если мы хотим с вами что сделать? Смотрите, у меня же есть PlayStation, вот, есть устройство захвата. Возможно, сделать, к примеру, пять выпусков, если я покупаю этот, ну, чужой, только на PlayStation, я его вчера там видел, просто хотел здесь бесплатно поиграть. Покупаю, пишу по нему, к примеру, там, пять выпусков прохождения. Как вам? Нормально будет? Ну, напишите мне об этом в комментариях. А я подумаю. Ну, вообще, буду играть в свою любимую игрушку. Сейчас, может, минут 10 поиграю в SimCity на Origin. Это единственное, что есть на Mac OS. Ребят, будете смеяться, блин. Реально, если вы имеете Mac, ну, если вы, конечно, имеете самый навороченный Mac, скорее всего, там игрушки какие-то пойдут. Но, если вы имеете такой же дерьмовый Mac, как у меня, прощайте. Надо, короче, покупать и собирать компьютер. Да. Чтобы нормально можно было рубиться. Вот, что я вам скажу. Я думаю, что Декстер меня тоже поддержит в этом вопросе. Вот он, мой город. Называется он первый город. Так, сейчас я вспомню, как я его встроил. Встроил я его. Да, вот чтобы вот так он у меня отображался. Мой мега-супергород, в котором хочу построить парочку небоскребов. Блин, ну вот что, незадача, надо этот монитор отключить, а то у меня мышка, она, конечно, на второй экран выползает. Он сейчас отключен. Ну вот, развил я свой городок. Ну так, немного, но уже большие здания есть. Здесь отстойный район, здесь элитный район. Ну и ладно, пока у меня в регионе только один город, вот этот, а там еще, помню, штук 15. А Олька у меня играет в From Dust, типа эмулятор бога. Все мы, короче, вечером в игрушечках своих. Вам хочу пожелать оставаться позитивными, как Катя Клэп говорит, креативными. И, ребят, давайте до следующих выпуска вложек. Спасибо, что досмотрели. Ссылочки на социальной сети внизу. Пока. Увидимся с вами в интернете. Редактор субтитров А.Семкин